Привет! Привет! Мы сегодня рисуем Глеба. Кота в гирлянде. Кота в гирлянде, да. Очень простой рисунок. Смотрите, у нас будет голова. Вот она где-то вот такая. Сейчас вам покажу. Где-то вот такая. Не рисуйте ни большую, ни маленькую. Ну хорошо, пусть такая Глеб. Уши. Такие кошачьи. Нормально, не надо. У нас кот черный. Не переживай, пожалуйста. Вот здесь маленький носик. Это все черное, поэтому не сильно переживайте, если у вас там не очень получается. Глаза я сделаю достаточно большие. Вот такие прям огромные. А Глебка сделает улыбающийся, да? Так, здесь будут усы. Я их тоже пока не буду сильно намечать, потому что усы я потом сделаю. На голове у него будет с одной стороны шапка праздничная. Так. Федморозная. Я прям закрываю сверху ухо. Совершенно спокойно. Давай мы договоримся, что ты не будешь вот так сильно крутить. Хорошо, чтобы было видно. Ребята, ладно? Теперь мы вот лишнее стираем. То есть у нас там было ушко, да? Но теперь у нас тут шапка. И еще раз скажу, мы не давим карандашом. Прям вот не давим. Услышал? Вообще не давим. Хорошо? Здесь у нас колокольчик может быть, а может быть бубончик, как нам больше нравится. А теперь смотрите, что мы делаем. Вот эту всю часть мы просто нарисуем вот такой вот черненький, как Мишу. Может быть мы в мешочке его нарисуем, этого кота в новогоднем. Давай-ка в новогоднем мешочке его нарисуем. Нет, не надо кота в мешочке, не надо. Так, вот здесь у нас будет хвост. Да, вот здесь у нас будет хвост. А вот здесь мы пооставляем штучки для гирлянды. Вот такие вот прям нарисовать. И у нас вот это вот все будет вот так запутанный. Весь кот в гирлянде сидеть весь. И вот сюда дальше идет у нас включение этой гирлянды. Мы можем вот так пооставлять. Но так как вот черный, просто лучше оставить место, чтобы не ждать пока он сохнет. Я беру не очень широкую кисточку. Начну, наверное, все-таки с глаз. Сделаю темные зрачки. Большие. Глеб-ка, ты прям замотал так гирляндой, так замотал, да? Большущие делаю зрачки. И так, теперь сверху обвожу зеленым. Хочу, чтобы глаза у моего кота были зеленые. Ты же хвостик думаешь? Да. Можешь, пожалуйста, не сильно крутить свою работу. Ладно, вот так вот сможешь или нет? Сложно в этом? Так, я обвожу зеленым цветом. Можно линером сделать у нас с собой? Слышки. Да. Тебе подать? У тебя есть? Так, готово. Теперь я возьму чуть-чуть желтенького и вниз добавлю желтого. Немножко, буквально. В самую малую, чтобы эти глаза у меня зазвучали. Да, вот так. Раз. И раз. Ну, вот почти то, что я хотела. Не совсем эти полоски не хочу, чтобы были видны. И сразу добавлю ему блики, чтобы он у меня смотрел. Глеб, видите, пошел по пути более простому. Он решил разукрасить линером глаза, тоже как вариант. Так, чтобы сделать красивенькое ушко, надо взять чуть-чуть белил, одну капельку, вот прям пол капли розового, и сделать вот внутри такой вот розоватенький. У нас ушечко одно маленькое будет. Можно такой же сделать носик. Так. А теперь я беру черный, можно взять коричневый, можно взять рыжий. Коты бывают вообще самые любые, какие хотите. И начинаю разукрашивать моего кота. Даже возьму чуть-чуть пошире кисточку. Вот так вот. И сделаю вот эту часть. Там, где у меня вода заходит в гуашь, он начинает так немножечко пушиститься. Вот это все я закрываю черным. И даже вот эту вот мордочку все оставляю. Здесь только глазки и носик. Если у вас гуашь, вы можете нарисовать вначале черного кота, дать ему высохнуть, а потом нарисовать все остальное. Глазки, носик, усы, вот все-все-все. Ну, просто мы идем по такому не очень правильному пути, потому что у нас не особо время есть на высыхание. Но вы же не будете ждать, пока оно высохнет, правда? Хотя мы можем и сделать, правда, Глеб, давай сделаем по-человечески. Мы сейчас все закрасим, а потом просто поставим в ваше цветное. Давай? Давай. Так. Вот эта часть у меня мохнатая. Эта тоже. Пока будем рисовать красивую шапку, у нас высохнет с тобой весь кот. Мы просто не будем сильно его мочить. Хорошо? Так. Мы берем гуашь и просто потом ждем. Гуашью, акварелью вам нужно будет оставить эти кусочки. Гуашью можно их сделать наверху. Можно чуть-чуть шире кисточку взять. Можно чуть-чуть шире кисточку взять. И вот теперь, пока мой кот сохнет, я очень спокойно нарисую ему шапку. Сейчас добавлю усы. И тут усы. Это можно делать, пока он еще подсыхает. Да, Глебчик аккуратненько все обводит, а я примусь за шапочкой. Хорошенько надо помыть мои кисточки после всего черного. Так, и аккуратно я беру белую гуашь. Разукрашиваю белым мех на шапке. Можно в этот мех чуть-чуть добавить голубого цвета или какого-то вот еще такого, чтобы немножечко выделить вот эту белизну, чтобы она не была на белом фоне белая. Так, чуть-чуть добавила. Мой кот пришурил чуть-чуть их. Я уже поняла. Так, а я пока у тебя возьму алую гуашь и сделаю красивую алую шапку. Вот эта часть, которая у меня к шапке поближе, я ее делаю немножечко волнистой. Вот, потому что у меня же мех не одинаковый везде. Не старайся сильно густо делать. Хорошо, чтобы мы потом могли с поверху еще нарисовать фонарики. И я чуть-чуть добавляю воду такого, чтобы вот здесь у меня на сгибе немножко было. хвост, да? Можно убрать чуть-чуть лишнее, чтобы оно... Просто мы убираем для того, чтобы оно быстрее сохло, чтобы не ждать. А тем временем я наведу беленький раз и раз. Улыбочку мою кошачью. Да? И здесь вот так вот усы у меня тоже будут белеть. И вот эта часть у меня будет с беленькими усиками такими. Получается, Глебка? Ну, можно у меня тут хвост немножко недокрашенный? Спасибо. Шапку. Если ты не против, я бы... Ну, хотя давай, поштак останется. Сразу нос бы раскрасила. Ну, возьмешь? Ты шапку сейчас... Для шапки лучше взять гуашь, она будет очень хорошо ложиться и быстренько сохнуть. Звоночек я разукрашиваю желтым и оранжевым цветом. Чтобы он был поярче и помаряднее. Вот так. Готово. А теперь я дождусь, наверное, Глебчик сейчас уже закончить, да? Смотрим, что у нас там. Нормально. Я даже, знаете, что пока сделаю, наверное, красненькую дорожку для моего котика, такую, на которой он будет сидеть. Да? Можно же сделать. Так. Коты же любят такие всякие штучки. Может, он свалился с ёлки в этом гирлянде? Да, скорее всего, надо будет ещё нарисовать. Кота, который висит на ёлке, да? Держится за гирлянду. Это излюбленная тема всех котов. Да? В Новый год котам приходит их главный враг, ёлка. Или главный друг. Не, мне с ней не нравится. Они на неё нападают, думаешь, да? Так, мы сделаем. Я просто была, ну, видите, там кот сидя, спокойно, с ним. Там поставили ёлку, он начал на неё прыгать. Ага. Тоже скинуть. Хорошо, что у нас Лада не прыгает на ёлку, да? Угу. У нас Лада собака, и она весит 70 килограмм. Если бы она прыгала на ёлку, это было бы, конечно, не очень. Я сделаю красивый коврик для моего котика. Это я делаю не потому, что я планировала, а я жду, чтобы хорошенько у меня высохла моя работа. И чтобы Глебушек докрасил своё. Поэтому я вот хочу украсить моего новогоднего кота ещё таким ковриком. В новогоднем прекрасно. Можно даже, знаете, что ещё сделать, пока вот не поздно, сверху добавить ёлку тоже. Ёлка добавляется вот так раз, а теперь отсюда вот такие вот иголочки. Чтоб было понятно, откуда наш кот. Мой кот случайно покрасился ягубой. Твой кот? Что-то съел по дороге. Так, хорошо, отлично. И что? Салфеточка, пожалуйста. Если тебе что-то не нравится, это можно вытереть спокойно салфеточкой и не переживать. Возьми просто белую гуашь и сделай красиво. Стой, 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 стой. Беленькая, хочешь я тебе помогу? Аккуратненько вот так вот берём. Тихо. Раз и два. Можешь сразу нарисовать усы? Держи. Усы сразу? Ну, да. Как вы видите, у всех совершенно разные получается коты и по настроению, и по форме, и по всему. Поэтому всё в порядке. Вот какой бы он у вас не получился, он красивый. Каждый кот похож на своего хозяина. Да, мы можем вот украсить там какими-то ещё штучками. А теперь мы начинаем, мы берём гуашь. Давай, ты возьмёшь там жёлтую первую. Только помой хорошо кисть, ладно? А я возьму красную. И мы начнём фонарики наши выставлять на кота. Раз. А потом мы поменяемся. И на моей гирлянде дальше эти фонарики ещё светятся. Жёлтая шикарно смотрится, правда ли? Особенно на чёрном коте. Да. Так, теперь я беру жёлтая, а глебке даю красные фонарики. Смотрите, видите, чёрный цвет подсох. Гуашь наши сохнет довольно быстро. Поэтому мы спокойненько поверху делаем такие фонари. И они выглядят очень красиво. Можно не только жёлтые и красные, можно ещё какие-то взять другие. Какие мы ещё? Или мы возьмём жёлтые и красные? Как ты настроим? Жёлтые и красные. Можно добавить сюда ещё зелёных фонарей, если очень хочется. Мне уже просто не влезет. Тебе уже просто не влезет, да. Мой кот просто слишком сильно запутался. Хорошо. Так. Готово. А теперь берёшь тоненькую кисточку и белую краску. И белой краской проводишь ниточки между фонарями. Сможешь ты это сделать? Ещё больше взял красный. Ещё больше взял красный, но красный нет, не подойдёт. Нужно белый. Я у тебя возьму белила пока. Берём обычную гуашь белила. Вымываем кисточку, берём потоньше и аккуратненько набрали. Пожалуйста. Попробуйте сделать так, чтобы у вас вот эти вот фонари попали на... Как это называется? На одну такую линеечку, да? Чтоб было понятно, что это у нас вот так запутался. И всё скрепляет тот же сам фонарь. Ну, надо ещё тоньше хлебчик. Вот ещё, ещё тоньше. Попробуешь? И вот сюда у нас наша лента ведёт. Возьми мою кисточку. Может быть, она будет... Тяжи. Возьми мою кисточку. Мне можно ещё будет смотреться другими фонариками? Хорошо, 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 давай. Я добавляю то, что мне ещё кажется можно добавить. У меня очень довольный кот. Ты будешь подписывать? Ну, да. Хорошо, тогда я вот здесь напишу. С Новым годом. Так, с Новым годом. Вот эта штука очень сильно сюда не хочет. Давай, значит, её здесь оставим, хорошо? А с Новым годом мы тогда не будем писать, да? Ты будешь гирлянду дальше включать или не будешь? Да, я. Всё, отлично. По-моему, получилось прекрасно. Ждём ваших котов. Хорошего вам Нового года. Пока. До свидания.